Мира не будет, почему Зеленский не сможет улучшить отношения с Россией, Украина молода, Украина Тарас Кузя, Украина молода, Украина 16 мая 2019 года, Владимир Зеленский одержал победу в президентских выборах на Украине, состоявшихся 21 апреля, получив 73,22% голосов Во время избирательной кампании он не предложил практически никакой программы действий, а его неистовая поддержка стала продуктом его антисистемного популизма Зеленский пообещал продолжить реформы, ускорить борьбу против коррупции, углубить европейскую интеграцию Украины и принести мир на Донбасс Он может преуспеть в первых трех задачах, однако выполнить четвертую ему не под силу Еще до своей инаугурации Зеленский сделал ряд заявлений, которые помешают его планам установить мир на Донбассе Зеленский, в частности, сказал, что выборы на Украине могут служить примером для других государств из бывшего СССР Украина не откажется от своей миссии быть примером демократии для постсоветских стран И частью этой миссии будет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу Зато российский президент Владимир Путин и другие евразийские авторитарные лидеры чувствуют угрозу от поддерживаемых Западом смен режимов, которыми они считают Оранжевую революцию 2004 года и Евромайдан 2013-2014 годов на Украине, а также протесты 2011-2012 годов в Москве Реагируя на вызов Путина и его решение выдавать российские паспорта жителям Донецкой Народной Республики, ДНР, и Луганской Народной Республики, или НР Зеленский предложил предоставлять украинское гражданство россиянам, которые сегодня страдают больше всего Зеленский отметил, мы прекрасно знаем, что российский паспорт дает на самом деле Это право быть арестованным за мирный протест Это право не иметь свободных и конкурентных выборов Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека По мнению Зеленского, российский авторитаризм не привлекает украинцев И если бы Крым и оккупированные территории Донбасса остались частью Украины, они бы уже сейчас имели больше свобод и полномочий, чем когда-либо будут иметь под властью РФ Такие заявления только усложнят и без того непростую задачу достижения мира и улучшения отношений с Россией На пути Зеленского будут стоять и другие препятствия, прежде всего связанные с внутриполитической ситуацией на Украине и русским национализмом Зеленский будет вынужден повторить путь Леонида Кучмы, который после избрания президентом в 1994 году также заявлял, что улучшит отношения с Россией Оба кандидата строили свою кампанию в противовес националистическим оппонентам Леониду Кравчуку и Петру Порошенко, соответственно Неспособность Кучмы и Зеленского улучшить отношения с Россией на самом деле нисколько не зависит от того, кто именно находится у власти в Москве, а связана исключительно с особенностями русского национализма Представители российского государства и значительные части российского общества убеждены, что Украина является искусственным и несостоятельным государством, и отрицает существование отдельного украинского народа Президент Путин и другие российские лидеры неоднократно заявляли, что русские и украинцы являются одним народом, а также пренебрежительно называли украинский язык диалектом Россия не считает Украину суверенным или независимым государством с постоянными границами Главной темой на российском телевидении является Украина, а не внутреннее дело России Освещение Украины представляется в основном негативно Согласно результатам недавнего опроса Левада-центра, примерно столько же россиян имеют негативное отношение к Украине, и к США, 56-57% Стремление Зеленского достичь мира также столкнется с препятствием в виде Крыма, который Россия считает закрытым вопросом Хотя западные государства наложили санкции на Россию за ее аннексию Крыма, а в минских соглашениях о нем нет ни слова Официальные представители США неоднократно заявляли, что никогда не признают Крым российским Зеленский со своей стороны отметил, что оккупация Крыма состоялась абсолютно противозаконным и насильственным способом, а референдум в марте 2014 год был нелегитимным Зеленский также согласился с требованиями украинского общества к России выплатить Украине, а также примерно 100 украинцам и татарам в Крыму, которые стали политическими заключенными, возмещение за нанесенные в результате оккупации ущерб Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан, заявил Зеленский Вопрос независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей Зеленский вскоре узнает, что русские и украинцы имеют диаметрально противоположные взгляды на Крым Недавний опрос Левада Центра показала, что 85% россиян продолжают одобрять аннексию Крыма и лишь 10% оценивают ее негативно Поддерживают аннексию Крыма и большинство россиян, которые считают себя оппонентами Путина, в частности Алексей Навальный В то же время примерно такая же доля украинцев убеждена в том, что Крым необходимо вернуть Украине И только 17% украинцев готовы признать контроль России над Крымом Конституция Украины не дает президенту права уступать любые территории Украины Зеленский заявил, что разговоров о размене Крыма на мир в Донбассе быть не может ни при каких обстоятельствах Также, как не может быть предметом переговоров сепаратизации отдельных районов или регионов Украины, добавил он Если Зеленский решится на такой шаг, ему будет грозить импичмент в парламенте и массовые протесты на улицах В основательном исследовании общественного мнения относительно Крыма, проведенном фондом демократические инициативы, указано, украинское общество не готово воспринимать любые инициативы по нормализации отношений с Россией, если вопрос Крыма будет отделен от всего комплекса украинско-российских отношений Стоит заметить, что такое отношение осталось неизменным в течение 2014-2018 годов Еще одним спорным вопросом, который может помешать президенту Зеленскому, является понимание природы войны на Донбассе 72% украинцев, в том числе 62% жителей южных областей и 47% жителей восточных областей, убеждены, что Украина воюет с Россией Примерно такое же количество украинцев считают, что Россия стремится уничтожить независимость Украины С другой стороны, руководство России продолжает отрицать факт участия России в войне на Донбассе и называть этот конфликт гражданской войной между украинцами В то же время Зеленский соглашается с мнением подавляющего большинства украинцев, западных государств, НАТО, ЕС и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые не видят никакой гражданской войны на Украине Однако видят российскую оккупацию Крыма и части Донбасса Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР, которые насчитывают 35 тысяч солдат, находятся в подчинении российского южного военного округа и под контролем офицеров российского ГРУ, главного разведывательного управления Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на территории ДНР и ЛНР российскую военную технику, которой нет в распоряжении Украины Зеленский также заверил, что продолжит политику своего предшественника в отношении присоединения к НАТО и ЕС, и отметил, что поддерживает проведение референдумов по обоим вопросам Президент получит контроль над Министерствами иностранных дел и обороны, а также Службой безопасности Украины, однако основы внешней политики и в дальнейшем будет определять Верховная Рада Другие министерства, в частности Министерство внутренних дел, будет контролировать правительство Именно правительство, а не президент, будет контролировать Национальную гвардию Президент на Украине может иметь влияние на парламент и правительство только в случае, если его партия получит значительную часть депутатских мандатов, возглавит парламентскую коалицию и может номинировать премьер-министра Партия Слуга Народа является новичком и не сможет получить парламентское большинство по результатам выборов в октябре 2019 года Это будет означать, что Зеленскому придется вести переговоры с другими партиями по формированию коалиции В феврале этого года абсолютное большинство депутатов 334 голосами поддержали Всего 35 депутатов проголосовали против изменения к Украинской Конституции относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО Зеленскому никогда не удастся получить поддержку достаточного количества депутатов по результатам грядущих выборов, чтобы изменить Конституцию Однако Россия ожидает от Зеленского, чтобы тот отказался от членства в НАТО и ЕС Как это в 2010 году сделал тогдашний новоизбранный президент Янукович, изменив внешнеполитическую ориентацию Украины на внеблоковый статус Поэтому нежелание или неспособность Зеленского отказаться от курса Украины на присоединение к НАТО и ЕС станет еще одним препятствием для улучшения отношений Украины с Россией Другим камнем преткновения является отличительный взгляд Украины и России на последовательность шагов, которые необходимо осуществить для достижения мира на востоке Украины Согласно российским толкованиям Минских соглашений, конституционные изменения, которые закрепят автономию ДНР или НР, и местные выборы должны состояться до демилитаризации этих территорий Зато правительства Украины и западных государств пытаются сначала добиться демилитаризации вывода российских войск с территории ДНР или НР, чтобы создать там необходимые условия для свободных и честных местных выборов Такие шаги значительно облегчат процесс принятия необходимых изменений в Конституцию со стороны Киева Когда в августе 2015 года украинский парламент обсуждал закрепление в Конституции особого статуса для ДНР или НР, под стенами законодательного органа начались беспорядки и трех офицеров Национальной гвардии было убито гранатой, которую швырнул из столпа ветеран войны Стоит помнить, что Украина имеет активное и мобилизованное гражданское общество, сообщество ветеранов войны, которые вместе с членами их семей составляют пятую часть всех избирателей И ряд националистических групп, которые хоть и не пользуются поддержкой на выборах, однако очень активны во время уличных протестов Различные подходы к последовательности выполнения минских соглашений также мешают достичь консенсуса относительно места расположения вероятной миротворческой миссии ООН Российский президент Путин настаивает, что она должна стоять вдоль линии соприкосновения, что позволит заморозить конфликт на Донбассе Как это уже случилось в Молдавском Приднестровье и Грузинских Абхазии и Южной Осетии Украина и Западные государства вместо этого предлагают, чтобы миротворцы находились на российско-украинской границе В результате чего можно будет выполнить одно из важных условий минских договоренностей – восстановить контроль Украины над собственной границей Однако Москва хорошо понимает, что ДНР и ЛНР не выживут без финансовой, экономической и военной помощи со стороны России Зеленский и Путин оба будут находиться на своих должностях до 2024 года И до этого времени отношения Украины с Россией будут оставаться холодными На пути к их серьезному улучшению будет стоять ряд факторов, связанных с внутриполитической ситуацией на Украине и русским национализмом и идентичностью 80% украинцев имеют негативное отношение к Путину и не верят в любой прорыв российско-украинских отношениях или установления мира, пока он находится у власти Зеленский попытается возродить переговорный процесс в рамках минских договоренностей и предложить новые инициативы для достижения мира, которые Европа и США должны поддержать Зеленский убежден, что США и Великобритания как подписанта и Будапештского меморандума должны быть частью нормандского формата переговоров Европе и США стоит учесть маловероятность улучшения отношений между Украиной и Россией в своих стратегических оценках войны в Европе Им следует также учитывать то, что холодные российско-украинские отношения могут приводить к периодическим обострениям вроде столкновениям в Азовском море в ноябре 2018 года, когда Россия вопреки международному праву штурмовала украинские судна и захватила их экипаж Россия в дальнейшем будет пытаться отрезать Украине выход к Черному морю и может попытаться получить контроль над водопроводами в Херсонской области, поставляющими воду в Крым Следующие пять лет будут преисполнены напряженностью, несмотря на падение популярности Путина в России Аннексия Крыма позволила ему получить самый высокий уровень поддержки населения за все время пребывания при власти и окончательным разрушением российской мягкой силы на Украине Потеря этих инструментов будет заставлять Россию использовать последние имеющиеся средства влияния на Украину – военную силу Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ ТОП ТО对 Основки исключительно зарубежных СМИ